В феврале в Париже проходил показ бренда Givenchy, и на моделях был интересный маникюр, который можно назвать графическим дизайном, либо графическим френчем, либо, скорее всего, графической лункой, так как часть основания ногтя не закрашена и представлена в виде треугольника. На ногтях он смотрится очень стильно и гармонировал с атмосферой показа в целом, особенно при съемках деталей показа, когда руки модели были видны в кадре, либо они держали какие-либо аксессуары в руках. При повторении этого дизайна можно поиграть с цветами и делать его, на мой взгляд, желательно отличным от натуральных цветов, и там уже есть прозрачная лунка, и тогда в чем будет смысл? Можно сделать его ярким, и я бы сейчас попробовала сделать его таким электрическим синим, наподобие люксов инфар. Также его можно сделать стиркой, и это тоже будет классно смотреться. Еще, я думаю, здесь очень хорошо подойдет матовый ток под темный, либо яркий, насыщенный цвет. И на мужском показе бренда Givenchy также был маникюр на моделях, но чуть экстравагантнее, ногти были усыпаны кристаллами. Еще один момент, который мне понравился, это принт на самой одежде в виде котиков. На первый взгляд их сразу не заметишь, и как раз мужская коллекция бренда была вдохновлена любовью к кошкам, основателя бренда Юбера Дежванши. И поэтому в коллекцию воплотили винтажные принты для нашерстных кошек. Это очень мило и очаровательно, и мне понравилось, что эту тему продлили также и в женском показе, и сделали такой же принт на брюках, на платье и на пальто. Также это можно немного приурочить к актуальному тренду на животный принт и на изображение животных на одежде. Многие бренды это делают. Что касается маникюра, то такой же принт можно повторить и в ногтях, сделать подобный волнообразный узор, напоминающий шерсть, и сквозь которых будет виднеться мордочка котика. Тут можно экспериментировать и придумать что-то свое, и возможно даже свой новый принт для ногтей.